Начинаем. Прежде я буду рассказывать вот эту тему. Давайте проведем маленькую такую синхронизацию. Для этого нужно, чтобы каждый, у кого есть часы, их ждал мне. Телефон можно не сдавать, если есть. Если у вас нигде не издают звуков, то это демонстрирует. Телефоны вам нужно сдавать, если у вас есть. Кто-то из телефона. Именно часы, которые немножко пикают, потому что это будет сейчас мешать. Внимание. Задача следующего характера. Я сейчас засекаю на секундомере минуту. И задача каждого про себя эту минуту отсчитать. Когда я скажу стоп, каждый просто скажет то количество секунд, которое он насчитал. Это может быть больше, меньше, может быть ровно. Всем понятно, да? А можно читерить? Нет. В уме, в уме. А у нас тут на камере просто пикает. Это реально будет мешать, я тебе честно говорю. Люди даже слышат секундные стрелки, когда делают это задание. Настолько организм пытается выкрутиться из ситуации. Значит так. Я запускаю сейчас. Говорю, поехали. И каждый считает в уме про себя. Про себя. И только когда я скажу стоп, каждый запомнил ту цифру, когда остановился, а потом по очереди ее на валет. Хорошо? Я тоже буду считать неудея. Стоп. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... 52... Не-не-не, давай тебе по 8... Давай, Алексей, с тебя начнём... 48... Ага... У меня 47... У меня тоже 47... 52... 48... 56... 48... 46... 64... 63... 65... 55... 62... 67... Ага... 56... Правда... Короче, даже это элементарное упражнение... Кстати, тут разные данные получаются... И сметят от того, когда ты считаешь утром или вечером... Обычно к вечеру немножко... К обеду убыстряешься, к вечеру замедляешься, а утром очень медленный... Даже это элементарное упражнение показывает, насколько мы все разные... У кого-то получилось ближе к 40... У кого-то получилось ближе к 90... И вот... Самое важное понимание того, чем мы, как индивидуумы разные... Понимание... Сколько реально было секунд? 60... 60... Ну, я замерил 60 секунд, реально... То есть реально прошло 60 секунд... Я не знаю... И вот понимание того, в чем мы разные... И в чем... У каждого сильная и слабая сторона... Она дает преимущество работать в команде... Я не знаю... Или даже не в команде, а просто в личной жизни... В работе со своей любимой девушкой или парнем... Вот... Один человек... Которого зовут... Агент по переключениям едет... Говорите... О, пересочи, пожалуйста... На что нажать? Зачинаем... Настрелывать... Настрелывать, да... Вот один человек... Которого зовут... Адизис... Он написал очень много книг... Работал очень... Очень много над... Разными теориями... И одна из его теорий была... То, что он вывел... Что для того, чтобы... Что нет идеальных людей... Нет идеальных руководителей... Нет идеальных... Каких-то личностей, да... Есть какие-то компромиссы... Есть сильные и слабые стороны... И вот он вывел... Обязательно для того, чтобы команда... Или человек... Или дело предприятия... Было успешное... Нужно, чтобы... Одно сочетало в себе... Четыре основных витамина... Так он их назвал... Это не про простые витамины... Это не про простые витамины... Да... Прошу дальше... Вот... Один из них... Один из этих четырех витаминов... Это витамин... П... Это у нас... Переводится как... Переводится как... Продак... Нет... Как продюсер переводится... Как продюсер... Оно... Оно характеризует... Личность или человека... Который... Ориентирован... На... На цели, на факты... На достижение какого-то результата... Такие люди... Как правило... Меньше внимания обращают... На других людей... Им главное... Достичь чего-то... Если этот витамин гиперполизирован в человеке или в команде, то говорят про таких, что он идет по трупам. Такие люди не учат никого, не передают знания, они эгоистичны, но без них невозможно достичь результата, если этот витамин равномешен и он в необходимых пропорциях находится в человеке или команде. Дальше. Следующий витамин А – это у нас администратор. Такие люди любят порядок, они любят все контролировать, они любят, когда все взвешено, понятно, но в то же время, если избыток этого витамина, то такие люди очень медленно принимают решения или команды. Они их еще раз все перепроверяют, они дотошно влазят во все мелочи, пока не разберутся полностью в логике во всем, они двигаться дальше не будут. Следующий витамин. Следующий витамин – это витамин И, энтрепренер, или еще его называют генератор идей или предприниматель. Такому человеку или такому витамину свойственна генерация идей, но в то же время это не постоянство, это перепрыгивание с одного на другое. Такие люди, как правило, им сложно приходить вовремя на митинги, на собрания, они плохо помнят, что они записаны в календаре. Сложно таким людям доверять, но в то же время они готовы на авантюры, они ищут новые возможности и ориентируются на что-то новое. Следующий витамин. Интегратор. Это витамин А. Таких людей называют клеем коллектива, они очень ориентированы на атмосферу, они ориентированы на то, что они думают, на то, что говорят другие люди. Но в то же время они очень осторожные, они не идут по каким-то новым дорожкам, они смотрят, кто-то пойдет, а потом, ага, это проверенная топинка, можно по ней идти дальше. Как правило, эти люди, они хаотичны, они менее логичны, чем администраторы. Но в то же время без них очень печально в коллективе, потому что если у нас люди настроены на результат, если у нас какие-то есть в коллективе хаотичные генераторы идеи, то вот эти люди скрепляют. Они делают коллектив и атмосферу в нем комфортной, приятной, заботливой. Ну, можно сказать, то есть как бы это гиперболизация этого витамина. То есть как правило, какие люди, они, если вот этого витамина много, да, то они начинают вести такие интриги. Ну, не специально, да, потому что у них просто нет своего мнения, как бы кажется. Они вот и тут за чем-то другим, куда идет большинство. И поэтому они как бы могут глядываться в политические игры. Эта теория очень сложная на самом деле. Я пытаюсь пройтись по ее верхушкам и выцепить из нее. Она направлена на что? На то, чтобы показать, какие люди нужны для создания успешной компании или успешного какого-то процесса. Я пытался из этой теории вытянуть те части, которые показывают нам, что иногда бывает так, что ты не понимаешь, почему тебе этот человек неприятен. Тебе не нравится, что он слишком контролирует какие-то вещи, не доверяет или лезет как бы в твое дело, да. Иногда бывает, что ты не любишь, что человек опаздывает, тебе это бешено раздражает. Но в принципе человек неплохой. И вот когда ты понимаешь, почему это происходит, и ты видишь его слабые стороны и видишь сильные стороны, то тебе проще с таким людьми взаимодействовать. Вот я скажу историю из своей личной жизни. Я эту теорию и раньше читал, и видел различные ее вариации. Но вот когда я реально понял, что она работает, я понял, что классно применять ее в личной жизни. Вот именно так вот приблизительно производить такие градации людей в своем сознании, когда ты с ними общаешься. На прежней моей работе была девочка из смежного подразделения, от которой принятие моих решений очень сильно иногда зависело. И мне нужно было к ней прийти, объяснить какую-то свою идею. И она, ну блин, ну так туда все с ней шло, ну просто реально. Я вот уже вижу результат, я уже понимаю, что вот можно вот сегодня цикнуть тут есть, там что-то перевести, оно будет работать, все отлично. Нет, ну это все затягивалось с ней на неделю, наверное. И иногда я для того, чтобы ускорить процесс, шел мимо нее и звонил там сразу ее начальнику. Потому что, опять же, ну это плевое дело, она тут не может решиться, я не понимаю, почему ты не желаешь, что там какая-то манительная. И у нас начало с ней накапливаться такое вот, вроде как мы друзья, да, вроде как все хорошо, ничего не произошло, а начал накапливаться такой негативчик. Я понимаю, что он начинает приноситься с работы уже и на личную жизнь, и уже все, как бы, вот что-то сейчас случится, и мы не будем разговаривать друг с другом вообще. Такой шутбол. Ну, возможно, да. И однажды вы поехали с ней вместе в командировку. Та-да-да-да, звучит проворотная музыка. Жили мы в разных номерах, мы на одном этаже. Я повстнулся утром, мы договорились встретиться с ней внизу, там, в холле на завтрак, где-то часов 9, к примеру, да. Я уже в 8.30, я уже полностью одетый, помытый, я уже в дверях, уже день начался, я готов, я уже думаю, сейчас я тут к ней постучу, чтобы она выходила. Ну, типа, вдруг она там уже так же, как я, одетая и ждет. Ну, потому что уже в 8.30, блин, ну, какой 9 и ждать. Вот, я думаю, нет, стоп. Вот я как раз эту теорию еще раз почитал, перед темой, и она такого по мне там что-то затронула. Думаю, а ну-ка я проверю. По идее, она больше администратор и должна ровно в 9 сама прийти. Я стою, вот это вот часы, я стою, хожу уже обульдой, уже вспотел немножко, и тут слышал по коридору, ровно в 8.59. Цок, 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 и стук дверь. Я понимаю, зря я меня знал. Вот, и потом уже в работе реально обращал внимание, что на то, что ей нужно будет время для принятия решения. Я понимал, почему ей это надо, что она не тормозит, она не боится, ей просто нужно перепроверить все 20 раз. И когда у меня были какие-то идеи или потребности, то я закладывал 2-3 дня на принятие решения. Она была чистая, потому что чистых витаминов не бывает, все всегда смешанные. Кстати, после этой нашей беседы, сегодня или в понедельник, я вам отправлю ссылочку на очень интересный тестик, который можно пройти и понять, кто вы сами. Он будет в фейсбуке? Нет, он будет не в фейсбуке. А что там по соционике? Ну это не соционика. Не знаю, что, можешь ты в следующий раз по соционике что-нибудь рассказать? Я думаю, что они там какие-то похожие закономерности отслеживают просто по словам. А чтоб ты так быстро загуглил, блядь? Кстати, если хотите, можем такой экспериментик провести. Как вы думаете, кто у нас больше, 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 больше похож на... Какой же она работает? На витамин В. Девушке. Нет, здесь в плане того, что вы... Мне кажется, что только человеку, у которого реально такой решительный, у него куча энергии, чтобы носить селем, может добиться такого эффекта. У нее грудь меньше станет. Пока. Причем у тебя килограмм. Не знаем, кто Сергей. Контроль учет. Я приехал, я просто все рули обонялись. А я вижу, все. Илья, можешь? Давай. Спасибо. Мы это вырежем. Хорошо, да. Вырежем. Это будет человек, который будет монтировать ролик. Это мы вырезаем. Как вы думаете, кто у нас в коллективе больше всего вот этот витамин В? Леша, дядя, по головам идет только так. Да не, мне кажется, что Леша... Все. Мне кажется, что Леша... Ну что, давайте, если Леша Германа здесь нет, давайте найдем Леша. Леша, как вы думаете, кто у нас в коллективе больше всего? Леша есть. Леша есть. Леша скромничает. Леша, ты кто? Кто? Я знаю, дальше. Вот это. Я скажу вам. Возможно, когда ты говорил, опаздывай. Вот это. Авантюра. Давайте подумаем, как этот человек выбирал бы себе ноутбук, чтобы его купить. Я скажу тебе так. Нет, нет, давай ты помолчишь, а мы подумаем сами, а ты скажешь, так это или нет. Я знаю, он бы просто листал в Инстаграме блогеров праздник. О, какой у него классный весь такой макбук. Макбук. Какой у него классный макбук. Нет, нет, ты молчи, ты потом скажешь, так или нет. Я думаю так, что у него... Кто-то ему когда-то сказал, типа, что такое... Да все ноуты говно, вот макбуки какая-то. И он в момент, когда его хочет купить ноутбук, он такой... Да, макбук. А мне кажется, он бы не выбирал. Просто, типа, о, уф, у тебя нет. Хочу ноутбук. Нет, даже нет, не так. Увидел где-то, такой, вот и макбук. Я думаю, что попробовал бы точно. Нет, давайте... Эти люди, они по натуре яркие. Они любят выделяться, если брать там, допустим, стиль одежды. Да, кодеки я не знаю насчет кодеки. Я думаю, что он несколько раз у друзей бы спросил, как вам такое за час. Если он... Хотя бы троих подтверждений одно точно. Спросил бы у друзей, посмотрел бы картинки в Инстаграм. Хитрый цель. Если бы кто-то ему сказал, что, блин, макбук это круто. Да, да. Он бы опирался бы на это. Достаточно. А ты что думаешь? Нет, это вот последнее. Вы последнего тента писываете, который после интерпренера шел. А кто был последний? Вы вот медленно подводите к этому. Очень медленно, знаете, последовательно. Но я это чувствую. Нет, ну не подводим ничего. Алексей, скажи, вот мы думаем, что ты выбирал бы по фоточкам в Инстаграме. Потому что тебя кто-то очень нормальный Ятько сказал, что макбуки это круто. И третье, хорошо. По советам друзей. Красивый, он выбирает красивый, но много банально. Он красивый. Он красивый. Да, первый макич. Я увидел, первый макич, и были тогда черные и белые выходили. Я подумал, ооооо. Я не купил белый. Потом, как и другие, больше алюминиевые. Я подумал, оооо. Красивый алюминиевые. Мысли именно как-то, как оно. Нос и логерки выглядят. Отлично. Вот мы нашли шаги. Давайте кого-то еще подберем. Кто у нас еще такой яркий есть, что его можно сразу приколбасить к одной из этих групп. А как я еще подберу? Давай еще. Давайте я напомню. Не, нет, я не специально так не делал. Так, это у нас цель, факты, цифры. Есть кто такой человек? У нас вообще есть люди, которые имеют свои цели, которые опираются на факты? Я знаю Викторию. Давай, Виктория. Виктория нет? Виктория нет? Виктория у нас в какой группе? Я к администратору ее бы отнес. Виктория у нас к администратору. Как бы администратор выбирал себе ноутбук для покупки? Ну блин, мы не спросим. Мы не спросим, но мы можем у нее спросить онлайн. Найд 2, 1, 2, 3. Медленно и дотошно. Ну вот как мы ответили на эту вопроску. Он, наверное, открыл, да, hotline. Сверил все эти. Пора разобрать. А если ты, кто ты администратор, кто говорит? У меня какая-то смесь. Я не знаю. Нет, вообще, если ты раз говорил там, П, я думал, ну, наверное, я. Потом А, может быть, тоже я. Кто платил? Ну я тоже ноутбук. У меня таблины тоже на месяц чем-то. Но я не подхожу. Ни порядок, ни правила, ни контроль. Ты в школьную стучу, да. Ты как раз контроль. Да, контроль, ладно. Порядок и правила. Хорошо. Короче говоря, тема обширная. Времени у нас мало. Задача была такая. Описать, что есть разные типы. Что у них есть свои слабые стороны, которые могут сказаться нам неприятными. Но если ты понимаешь, что это, блин, это свойство человека, у него действительно эти части могут отличаться от твоих в корне, но это не значит, что это плохо. Если ты это понимаешь, что тебе проще жить, проще коммуницировать с людьми, ты контролируешь свой гнев, контролируешь какую-то свою любовь и в то же время понимаешь, откуда у тебя позитивные чувства рождаются. Вот это была задача моя за эти 20 минут попытаться рассказать.